а слушай давай посмотрим я не знаю то есть я даже не надо писать вроде бы сохранение даже не знаю как описать потому что не этот не играл еще одну потому что я почитал типа ты делаешь подземелье в подземелье сажаешь монстров и они должны убивать героев я больше ничего не понимаю на ней каски степи так и чаще из википе на 10 чинс поздравляем пас приветствуем компания подземелья указано вакансии ваша основная задача защита наших подземельных сокровищ мы не можем уделить много времени сил вашей подготовки киевский камень чечен каждый раз когда я устраиваюсь на работу мне говорят примерно то же самое хартик даже здесь на твиче то же самое было идиотики пенчерс родные поздно герои придут за нашими сокровищами отдел маркетинг газ спотел обещает и толпе идиотов славы богатства вот точно суши слишком реалистичная игра я боюсь не дальше играть у нас есть немного времени покуда они не заявились поэтому займемся расстановкой ловушек и служащих звучит как отличная вечеринка кто у нас есть валькрольм сулья и аризеан с такими именами я не знаю я бы не тоже в подземелье я бы из дому даже не вышел с таким именем есть помню такое имя было странное ничего против всех прошу прощения у всех валькрольмов в чате если что я вас не хотел обидеть это юмор и также прошу усулий тоже ну ладно и рязаны у рязанов не прошу рязаны все мудаки костяная катапульта окей ловушка костяная катапульта область минус 10 боевого духа применяет эффект уныния конечно костяная катапульта применяют в каждом подземелье мы всегда оставляем одну комнату пустой это позволит нам порадовать искателей приключения каким-нибудь заклинаниям некогда даже комнаты предназначены для битвы моя самая любимая часть тщательно парализируйте каждую группу героев ваши служащие очень надеются на то что вам удастся выработать эффективную стратегию особое внимание следует и делить атакам и сопротивлением участников боя в них залог победы залог победы в боевом духе грома дуви и аврора вот нормальные человеческие имена совсем другое дело потом парк роль аврора аврора умеет впереди и сзади это не я придумал у тебя так в обилках написано и даже не знаю что это может означать но аврора как тебе больше нравится а они всех умеют я прошу прощения я просто это я понимаю что это атаки но у них не написано название атаки у них только какие-то там статы и их впереди сзади ну ладно знаешь что аврора ты идешь а это darkest dungeon она умеет использовать атаку впереди и сзади все я понял дуби дубить умеет бить по области минус боевому духу и уныние накладывает я у мы сделаем всех унылыми на хрен но же уныние на всех врагов и громок идет вперед гениально этот чувак похож как будто он должен стать впереди кровотечение тоже боевой дух может снижать сейчас мы их от боеводушим у них всего 110 боевого духа посмотри 110 120 130 эти чуваки они вообще ничего в боевом духе не понимают поехали эй я думал бой будет а вот теперь идут я минус 10 боевого духа всем отлично костная когда пульта ты мужик следующая комната заклинание я уйя у дайте мне кинуть заклинание применяет эффект ярость 3 к следующей группе монстров я бы хотел заклинание может кто боевой дух снимает ну ладно допустим это туториал допустим я тут же не могу что-то делать ваше обязанности входит шпынять местных неудачников кто сказал что работа не может радовать вы разумеете можете просто бить их или напугать нагнать такую панику что они сами убегут поджав хвост и да вот еще что в бою самые быстрые действуют первыми сестра кому ты говоришь я общему герои первыми ходят просто они самые быстрые я не знаю по мне аврора выглядит очень быстро так окей что она умеет как использовать ее обилки выберите атаку а вот я вижу поможет использовать кошмар потому что она впереди а кошмар действует на чувака который впереди все я понял минус 39 боевого духа отлично лучница от дубий выстрелила в мою аврору не трогайте мою аврору герой доля впереди и сзади тоже впереди и сзади впереди и умение огненный шар 78 огненного урона сзади и так использует дубий но мне не дают выбор между двумя обилками в опале ужаса минус 20 боевого духа вообще я понял меня игра не игра не разрешает стоили реалия самому ничего делать иначе за фейлю спасибо и они убили аврору стреляй мне я мне очень нравится рисовка и анимация они убили моих монстров козлы а у нас боссы но сливая воду вот это урон удар хвостов лол вы справились обучение завершает на самом деле выглядит очень просто погонщик у него есть монстры мало ловушек мало заклинаний большой боевой дух а это чтобы открыть гряду надо достичь 10 уровня погонщика отличный план погнали меня устраивает погонщик его убьют и гг окей то есть мы типа компанию проходим но одноразовую на половину полу рога лигра особый режим сложность так нелегко в среднем тут тоже есть твич мод не показывай скорее уходи не показывай чат таланты походу мы не можем таланты некие сделать поэтому погнали просто дальше поставь мне все на среднее я я не буду трогать эти слайдеры пускай остаются нахрен чат был затригерен проходимцы неделя 1 это я так понимаю те кто к нам идут сейчас фаза подготовки окей окей а где мне покупать героев вот эта покупка героев зилзук громок гиарра паре талис мне так нравится имена здесь монстры ловушка заклинания ловушка монстры и управляющий маук это наша пать к этому идут это вот я понимаю что наша ком наши комнаты я могу выбрать кого куда поставить сюда первая комната и мы сейчас здесь и все и в принципе тут ничего больше делать не нужно вот это три приключенца ток халь который использует физический урон пробивает доспехи то есть бронированных чуваков лучше не ставить и ярость применяет маг воздушный урон воздушные маги лохи огонь форева оп маг огня вот это нормальный мужик или девчонка огненный урон распространяется на монстра расположенного за целью если цель погибает ледяной урон и лед и огонь да о маг у них восстанавливает боевой дух то есть лучше их пытаться убить физически они боевым духом смотри же жимов героев ставь профильных монстров резисты маленькая защита от льда маленькая от природы маленькая защита от льда плохая броня и нормальная до плохая от природы в общем есть экзотис хорошей защиты от огня с плохой бронёй но этот чувак броню все равно уменьшает этот скелет маг он бьет огнем от огня у них у всех хорошая защита огонь не будем ставить так ты бьешь по боевому духу а не регенит боевой дух гарпия мухетт воздушный урон воздушный урон у всех от воздуха хорошая защита окей осталось немного вариант грухен физический урон вот у них кроме у танка ни у кого брони нету но этот чувак как раз бьет по танку а он ломает броню окей и огненный урон окей давай давай поставим вот этого чувака подожди это вообще не в этой комнате я не тот читал я дурак ты не ту комнату смотришь чат спасибо да окей вот ледяной ледяной урон у них у всех плохая защита льда кроме последнего но наплевать этот чувак бьет бьет может быть по области сразу по всем ледяным уронам или 50 урон он наносит по самому дальнему ледяного но ледяным как раз что смотри понимаю у него удар именно идет сзади то есть по по крайнем он будет бить как раз сюда херня короче у последнего плохая защита от наведи от природы надо природу бить сзади вот природный урон по заднему чуваку отлично это лучше мы поставим его сюда они их природы никто не бьет и от огня хорошая защита на на первую позицию надо поставить кого нибудь с хорошей броней потому что там будет бить вот этот парень но у нас хорошей брони ни у кого нет кроме зил звука и он будет физикой по заднему чуваку отлично мы снимем им мага сразу да и природный урон по первому чуваку отлить вообще супер и либо громок либо гиара но гиара мы вроде решили что хрень потому что она ледяной урон только назад может делать да громок кровотечение физический урон на бла 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 ничего особенного но спьем пойдет поехали вторая комната ловушка циркулярная пила она будет по области бить подожди верни меня обратно а мы не можем вернуться обратно ул нет может знаешь что да точно у нее заклинание по области есть если я смогу выбирать здесь то это отлично все давай ее поставим нам нормально пойдет боевой рок минус 10 боевого духа ярость в следующей группе монстров если катапульта боевой дух не просто дамажим циркулярной пилой не этот не изобретаем велосипед эй заклинание а еще ловушка друзья почему я не мог выбрать заклинание 60 огненного урона от огня у всех хорошая защита нет смысла вот лучше ярость в следующей группе монстров или это мы потом выберем да боевой рок боевой рок давай для ярости в следующей группе монстров и следующая группа монстров это как раз вот на которых мы сначала смотрели ха 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 грухет мочи всех берегуль о воздушный урон да 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 у всех от воздуха хорошая защита хер на хрень эмм воздушный урон огненный урон короче огненный урон наверное будет лучше и берегуль я не знаю тоже огненный урон давай давай мне огненный урон нет или боевой дух поставить у всех этот огненный урон и он так бесполезен да ты будешь огненным уроном по заднему бить вот тебя надо убрать и вместо тебя поставить воздушный урон что ли да хотя бы так окей поехали и босс ну босс как босс он сам будет драться в гарпии скорость большая у она выстрелила в филинах физический урон сзади или отравленный кинжал впереди природный урон по танку что то что другое неплохо Кого мы хотим снять? Мага или танка? Обычно снимают первым мага У него его хп меньше Лучше попытаться Хотя можно, блин, накинуть на танка яд У него от природы плохая защита Я... Наверное, все-таки Фиганул Ты тоже бьешь сзади, и ты бьешь сзади Давайте фокусировать На Мага Эй, а что это за херня Была только что Она два раза сходила, что ли? Ни хрена себе Так, ладно, хорошо Токсичный залп Урон по всем И яд По всем Или мы можем попытаться слить на мага Не-не-не, пытаемся слить мага У него разъезд к огню А у нас впереди монстра с огненным уроном Глыба льда Просто убей ее, да? Или морозное дыхание по всем Не-не-не-не Важнее Важнее Обычно важнее снять Одного Мы убили ее Отлично Ешьте, мой свинец Он жив У него один хп Свои справа стоят Мы играем за плохих дядек Природный урон У тебя защита от природы есть, да? Нету защиты от природы у танка Мы можем на два хода яд на них накинуть Потому что Отравленная стрела Не очень пробьет Этого второго чувака Потому что у него высокая защита от яда Знаешь, что Делай токсичный залп на всех Йоу, красивая анимация в игре Вообще Нормальная такая Мы успели сходить Отлично И у него Ко льду Уязвимость Шик Да, мы их не убили Первым чуваком Но покоться ли жестко Йоу, мне нравится игра Она динамичная Достаточно Я думал, тут будет больше мутать Медлительности 61 урона А, по первому чуваку И поджигает его Никакой пощады Ярость в группе монстров Устрашение Знаешь, что Бафни мне группу монстров И у нас боевой рог Еще три ярости К следующей группе монстров У них должно быть шесть ярости Почему-то у нас тут не хватает Кого-то Я не выставил всех бойцов Я не выставил бойцов Я идиот Да Ничего мне не говорить Я дурак Полный Я, видимо, одного не выставил Блин, а этот бык Может бить только по первому Ну Попробуем добить танка Хотя бы Я не знаю, получится или нет Вряд ли Этот чувак Убивает Да Нашего мага Если фейлишь Фейли по полной Попробовать Может оглушить его Чем этот бьет Этот бьет Воздушным уроном У нас воздуха 50% защита Может, если мы оглушим танка Если сработает оглушение Хрен Оглушение не сработало У меня сегодня повышенная внимательность Все потому, что я принимаю витамин С Возможно, там что-то не то Что витамин Слушай, а мы, наверное, если хп потеряем Оно навсегда Потеряется, да Это массовая атака? Да То есть у нашего чувака есть удар хлыста Мы можем снять танка сразу Или снять мага Оставить танку понты Но у меня защита от воздуха херовая А броня нормальная Поэтому нам лучше снять мага Ешь, мой свинец Зло побеждает Как обычно Ядовитое растение 10 Что это такое? Это ловушка? Выспешно защитили сокровища Убитые герои напуганные 87 золота Так, мы берем золото А мы выбираем что-то одно? Мы выбираем что-то одно Ядовитое растение Это Сопротивление природе Снижает на 40 Круто У нас есть лучник Который бьет природой Спасибо, Теат, что прощаете Мне мисс Флэй Чтоб я без вас сделал Огненный урон Пламя Это Вот это я понимаю Две ловушки Что растение Мне нравится Уязвимость к природе Намного больше Намного интереснее Чем поджигание Пламя 15 урона Огненного в ход Но снизить сопротивление К природе на 40 Я не знаю Зачем золото Нужно Возьму ловушку Без прозвития Привет, нектосис Добро пожаловать Да, правильно Смея смотрит Именно чат Поэтому Без часа Непонятно Чем было бы делать Спал Выспался бы Наверное Так Как не сложно догадаться Смерть Малоприятная штука К счастью У нас на окладе Лич Всегда готовы Воскрешить Васих служащих Внезапно вернувшие Из жизни Вкусив Вечного покоя Весьма Депонтивирующие Испытания Если ваши служащие Будут часто умирать В конце концов Может наступить Выгорание Малоприятная штука Это знакомая ситуация Обращайте особое внимание На душевное ранее Ваших служащих Возможно кому-то стоит Вернуться в гарнизон Вмеке Мне нужно выиграть Твой голос Потому что мне все равно Придется читать Кому-то стоит вернуться В гарнизон И перевести дух Буйная праздница Которые устраивают Послеславной победой Так же помогут Желание вернуться в бой Окей, отлично Где мой гарнизон Где у них? Это кто у меня есть, да? Служащие Убитые сотрудники Теряют две мотивации Если мотивация до нуля Он получит выгорание На 10 недель Ваши сотрудники Вознавлют Три дни с мотивацией Если остаются в казармах На время защиты подземелья Лентяй Ебтать От работы надо Удовольствие получать Ты У нас Вот это Шкала внизу Я так понимаю Да, вот Три из пяти То есть Теоретически Нет Теоретически Мы восстанавливаем Три За Одно оставляние Поэтому их не стоит Оставлять Их стоит сейчас Кто сейчас использовать Просто мы их оставим И они восстановят Три То есть Перевосстановят на один Неэффективно Голос Тишина Да Пускай все работают Нихрена спать Выберите здание Торговец Беспомощный торговец Котов продавать вам монстров и ловушки Тренер Механик Так, тренер Тренирует активных монстров Механик Улучшает активные ловушки Не, не, не Натренируй меня Монстра Улучши мне Кто себя хорошо показал Вот этот чувак Он будет 155 золота Если мы его улучшим Бум И поставим ловушку Которая снижает Сопротивление природе Он будет вообще огонь Я думаю Че у нас тут еще есть У, у этого Три заклинания Огонь Область И Еще огонь Да Два Они что, левел подняли Типа Что это за плюсик А? Они как будто уровень подняли Вот смотри Может если его потренировать Он усилится Вот допустим Этот громок Он вроде как натренированный У него здесь плюс нарисован Будет если их потренировать А, понял Все Кто еще опнулся Громок И вот этот чувак Экзодий С огненным уроном Будет применять пламя А громок Будет увеличенный урон Если на день Сильно действует Кровотечение А, это второй скилл Давай громок Да, у него второй скилл То есть бьешь этим Потом бьешь этим Четвертая неделя Торговец У нас нет денег А, это задание выбрать Сборщики дании Так, торговец Понятно Представители администрации Прибыли заданию Хорошо, что они Пришли брать ее кровью Недостаточно ресурсов События Улаживать конфликты На рабочем месте Устраивать их последствия Окей Переучет Пришло время Провести учет На складах Типа как FTL В FTL события Я так понимаю Йоу Привет, Семен Сакура Как ты там Добро пожаловать Да Ярославль закрыт Тоже Сидим дома Стримим Надо будет попробовать Как здесь работает Твич мод Вам бы все Твич мод Да твич мод Хорошая игра И без твич мода Работает Наводя порядок Один из ваших Служащих Наткается на странный предмет Ведьмина перчатка Каждый герой Имеет вероятность 30% Получить эффект Текина Уязвимость При входе в подземелье Сопротивление Снижено на 20% Ууу Круто Забрать А где артефакты Йоу Вот они Это не они Это скиллы просто Йоу А как тебе прокачать скилл Надо наверное опыт Набрать Где моя перчатка А вот они Артефакты Йоу Мы делаем билд на дебаф Короче они заходят Ведьмина перчатка Бум Минус 20 Сопротивление всем Потом 30% Стихийная уязвимость Потом они заходят Срабатывает ловушка Которая природную защиту уменьшает Потом выходит скелет С природным луком И пиу 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 Ядом Простите Я что то сильно перенервничал Превращает кровь слезы Или золото В другой ресурс Не 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 Давай мне рандомное событие Мне понравилось Менеджер научного отдела Нуждается в подопытных Для нового эксперимента Я у ракета Это ты Он предлагает вам Обменять одного из служащих На материальную компенсацию Ты что Мою гияру Иди нахер Гияру трогать будет Гияра мужик Или девчонка Но она мне нужна Я готов Погна Пошла жара Так Начинается ловушка Бой Ловушка Заплинание Бой Босс Вот оно Ядовитое растение Сразу Со старта Ешьте мою Ядовитую ловушку Следующий Кто здесь Вообще Так У них Сулия Вор Бьет впереди Природным уроном У нее Большая защита От природы Была Пока она Не вступила В ядовитую ловушку Ну еще и не вступила Но сейчас вступит У них у всех Защита от природы Они Билд против меня Делали специально За У них от всех От льда Плохая защита Броня Воздух В общем У них брони Ни у кого Почти нет В маленьких Количествах Так Бой Клика Быстро Разговаривает Ромакейс Право Плывет Здесь Лучше Я у них Нектосис Что у вас там происходит Ты где живешь Ты в Италии что ли Сочувствуй Чувак Держись там Сиди в засаде Никуда не ходи Я Смотри стримы Я постараюсь Тебя развлечь Пока у вас там Жесть какая-то Происходит Лучника в середину Чтобы его не убили Кого мы хотим Первого блять Ну лучник бьет Сзади Значит мы хотим Снова зилзука Ставить Но у него так мало ХП Он одноразовый Нахрен Он вообще Не танчит Его тупо Сольют сразу Хотя он тоже Бьет природным уроном Может у этой Компашки Будет задача Просто продамажить Как у нас Ледяным уроном У них Харти льда Плохое сопротивление Гияру Слушай Мы можем Гияру впереди Поставить Сзади Они будут Бить физикой Гияры Мы можем Поставить Сзади Громоко Чтоб Здесь они Впереди Будут бить Природой О У него От природы Отличная Защита А зилзук Зилзука Все равно За один удар Сольют Все Все Кроме Вот этого парня Лазучица Не сольет Зилзука С одного удара В общем План такой Примерно Много природы Много дамага Поехали Так Ловушка Вторая Ловить мою Циркулярную пилу Просто и со вкусом И Вторая партия А кстати А вот эта вторая партия Они у нас были вообще Почему они разные Почему там дают Этих монстров А здесь этих Я не понимаю Пока что Мне вот этот Момент вообще Не ясен Так Так мы кого-то Тут прокачивали Или не прокачивали Бельгур В общем пока берем Самых толстых И самых домашних Воздушный урон У них От воздуха У них защита норм И бьют они воздух Физика природа Огонь У них нет защиты от огня Да Экзоди Убей их Уничтожих Больше огненного урона Еще больше И дальше у нас босс будет Окей Погнали Департамент Приписал их К разным комнатам Очевидно же Ну логично Ничего не скажешь Так Гоблинский фокус Они ударили Танка Отравленный кинжал Впереди Природный урон У этого чувака Минус 50 Природа Надо его бить Надо бить Отравленным кинжалом Танка Их неважно Ну это не танк Вор Но все равно Надо его бить Сто процентов Он огромный дамаг Получает От природы Ес Зилзук Пережил выстрел Мужик И Можно отравленную стрелу Сюда Но у него в 10 Защита От природы Лучше сделать Токсичный залп По всем Яд на 2 хода Да Урона не так много Не так сфокусирован Дамаг Но Опять же Мы Этого милишника Ихнего покрываем У которого Уязвимость к яду И Мага Посередине Зилзук Не Они убили Зилзука Ублюдки Так 35 физического урона Кровотечение Еще 10 Урона Наносит То есть Это будет 45 урона Или можно сделать Неистовство 50 урона Просто сейчас Потому что Тесат Не имеет смысла Здесь бой Недолгий будет Просто убей его Чтоб яд его Точно добил Йес Йоу Мы возможно Их завалим В первой комнате Я поспешил Как всегда И у меня есть Особое свойство Как только Я что-нибудь скажу Игра сразу Накрывает меня Просто дамаж У всех Написано Уровень 11 Или отварительно Никого не качал Но я кого-то Качал Я уверен Что я кого-то Качал Так Никакой пощады А Это мы заклинания Накладываем Господи Просто убей его Горячим Сухлестом Я не вижу смысла Какой-то боевой дух Или что-то Еще когда их Можно просто слить И вот ты Девочка Ты отсюда не выйдешь Прости Ничего личного Ой нет Берегуря Выстрелила Страх покойников Уныние Уныние Снимает боевой дух Не-не-не-не-не Фу-фу-фу Защита от огня Ноль Да Ой Йоу Они даже не прошли Вторую комбинацию Монстров Вторую комнату Я урка в первой тройке Качал Оу Йоу-яу-яу Смотри Суку Мортира 30 огненный урон И пламя Очень много урона Так Венева Огненный урон Природный И пассивка у нее Атака распространяется На героя Расположенного за целью Если броня цели Имеет положительное Значение А То есть если Не в минусах Защита Она бьет Впереди То есть она не танк Она как дамагер Но она бьет По передней цели Всегда Она не дамажит Назад Я даже не знаю Нужна мне еще чвиха Наверное нужно Ловушки не одноразовые Но Мне сейчас придется Отправлять пацанов На отдых Вот что Недостаточно ресурсов События Вы случайно Знакомитесь с начинающим Тренером Который ищет работу В вашем регионе Он предлагает Обучить Одного С наших служащих За полцены Плюс один уровень Я обучить Зилзука Зилзук Отлично поработал Просто шикарно Так подожди Посмотрим Зилзук Ты сюда Ты сюда У них нет Вообще Этого видишь Совсем нету А Это можно назначить На первую Вторую А вот комната Один комната Два Я дурак Зилзук Иди В гарнизон У них нет морали У всех остальных Морали Все в порядке Но эти пацаны Пока идут На отдых Я вижу Что они второго уровня Мы их потом будем прокачивать Вот Не проблема Добровольцы Мастерская Улучшить ловушку 100% Шанс ранения 35% Один Доброволец Три недели Здесь золото Это ферма А Мы отправляем Шанс Что вернуться Как в Хскоме Можно Типа На миссию Отправить Кабак Найти монстра Надо 100 золота У нас нет Мы отправляем Просто за золотом С минимальным шансом Сам ранения Чтобы не этот Мы получили 53 золота Ура На торговцу все равно ресурсов не хватает Направляясь по своим делам Вы наткаетесь на монстра Который Ждет приглашения Эх Мы могли бы орка нанять Но у нас не хватает денег Прости Мне нравится Это прикольно Здесь не только без остановки бои Или без остановки квеста Или там прокачка Или еще что-то Видишь Оно скомбинировано То есть мы Подрались Потом мы пошли квесты Попроходили Прикольно Командировка событий Командировка Выберите служащего Который отправится в командировку Слишком реалистичная игра Вместе с отделом продаж В качестве охранника Я не знаю Давай кого-то в командировку отправим Зилзук Ты был хорош? Слушай Может мы Зилзука Отправим в командировку Он все равно на отдыхе Я думаю что у него в командировке Тоже мораль будет восстанавливаться Туда-сюда Знаете Вот еще что Во владениях компаний Есть несколько подземелий Нуждающихся в защите Мы отправляем туда наряды Только тогда Когда наши специалисты Обнаруживают приближающихся героев Иногда вы сможете выбрать Между различными контрактами Чем опаснее герой Тем выше награда Понял Благодаря нашей портальной службе Можете отправиться на другой край света За счет на мгновение Супер А И здесь мы выбор У нас элитка Или обычный враг Можем пойти на элитку Можем на обычного врага Круто Виды урона Огонь Природа Хрень и лед Ну а шо Слушай Мы так хорошо проходили Погнали на ветеранов Я не напуган Зилзук конечно в командировке Но тем не менее Мы без зилзука ничего Я передумал Я резко передумал У него 345 хп Возможно Не стоило этого делать Но Начнем мы У них нет защиты от природы Им капец Ставь ядовитое растение Дальше комната У нас ядовитое Вдруг в следующей комнате Не важно У них есть защита от огня У того Кто впереди А Венева Новая Бьет только того Кто впереди Но Она бьет того Кто сзади Если принять цель Имеет положительное значение Отлично Ставь ее Это шикарно И у них нет защиты от огня Ни у кого Мы будем массовым дамагом бить Бирельгур А нет Знаешь что Ты иди сюда Подожди Они бьют куда Впереди Область Впереди У них никто не бьет Сзади У них никто не бьет Сзади 53 природного урона Впереди По области у них Что бьет У этого Ну только 16 Ледяного урона И все Фигня Впереди У них сильно бьет Берсерк Физикой И Этот природой Нам нужно защита от природы Впереди Громок В бой Ну и все Мы готовы Много огня Гьяру мы не поставили Но у них от льда Хорошая защита У чувака Который сзади Погнали В этой игре Может быть Ф Если есть То варлака Ф Спасибо Что ты в меня веришь Очень рад Броня У первого чувака Хорошая Не знаю Циркулярная пила Нужна Нет Что такое ярость Величивает Нанесимый урон И потеря боевого духа Увеличена На 30% Топ И Вторая комната Примерно то же самое Мы хотим Мы хотим Много огненного урона То есть Эгзоди Идет сюда Грухин Должна танковать Природу А Природа Танкует Гарпия Мухет Правда 40 хп Не знаю Что она там Натанкует Ничего она Не атакует Что я скажу Ее сваншотит У этого 100 хп Но его Убьют Природой В хлам Где у них Скорость Т Скорость 120 Это скорость 20 70 25 115 Первым Ходит Суля То есть Первым будет Ходить Вор Ну как я и думал Она не Убьет Грухина Она носит Природой 53 урона Она не убьет Гарпию Гарпия ударит Воздушным уроном Которого тут Ни у кого Защиты нет И А я не знаю Поставим Этого чувака В общем Поехали Бум Минус Защита От природы Ешьте Мой Свинец Минус 75 От природы Минус 50 Минус 40 Заражение Или выгоднее Сделать Инфернальный Поцелуй Который Ударит Ооо Он ударит Всех Троих Да А природный Удар Тоже ударит Всех Троих Если броня Имеет Положительное Значение А у нее Атаки Зависят От брони От стата Брони А не защиты Того Той фишки Которые Е Ооо Так Следующим Ходит Эльфийка Потом Наш Берльгур Потом Наш Громок И потом Только их Танк Как Как Вот Тут сейчас Выбор Заражение Кинуть на них Природа У них Намного Меньше Деф Чем От огня В разы Ну надо Кидать Заражение Тогда Плюс Таят Йоу Йоу Я одна Всех Троих Пошла Жара Уходи Со своими Воздушными Атаками Даже Ничего Мне не Говори И Небольшой Приговор Для вас Ребят Первая Пачка Мы Слили Их Наполовину Успеем Мы Тес Правда Танка Будет Тяжело Слить Да Танком Громок У нас Тупо Принимает На себя Удары Потому Что У нас Физики Нет Урона Ну Точнее У нас Нет Пробития Физической Брони Поэтому Громок Плох Но При этом Что Стакаем Камына Их Еще Заражение Больше Чоу На нем 5 ходов Яда Стоит Возможно Мы его Убьем Возможно Он сдохнет От яда Нет Она Развалилась На кучку Пепла Это было Так Нарисовано Что Меня Жалко Я устала Я не хочу Такую Яркую Игру Больше Мне Жалко Сукубок Который Сгорел Но Из Преимуществ Мы Получили Чудо Пилюлю Срок Выгорания Монстров Снижается На Две Недели Надо Выгорать Монстров Я не хочу Выгорать В начале Каждого Боя Монстр Име Вероятность 20% Получить Случайный Бонус О Как Мне Нравится И Таинственная Отвертка Каждая Ловушка Имеет Вероятность 10% Получить Эффект Дополнительное Действие 10% Неинтересно Дай мне Бафы На Монстров Мы Всего Две Ловушки Ставим А Монстров У нас 6 Идет Против Танков Квать По Боевому Духу Ну Может Быть Может Быть Яу Этот Чувак Получил Плюс К Мотивации Яу Прилетали Зил Зук В Отпуске А Вот Этот Чувак Готов К Бою Ну И Мы Хотим Ставить Его В Первую Комнату Слушай Мне Понравилась Комбинация Их Может Берельгура Только Отправим Во Вторую Комнату Нам Выгоднее Зарядить Первую Комнату По Полной Потому Что Если Мы Убиваем В Первой Комнате То Мы Экономим Очень Много Да Но С другой Сторон Если Не пройдут Первую Комнату То Второй Комнате Тогда Будет Бесед Если Мы Там Выбора Никому Не Оставим В общем Пока Так Попробу Вряд ли Получится Нужно Сразу Делать Билд Через Это Через Боевой Дух В смысле Да Ну Да Наверное Врач Высуньте Сык Скажите А Окей Что Посмотрим На Врача После Ваших Последних Проектов Департамент Здравоохранения Решает Строить Проверку Медицинское Мешательство Не требуется Ну Мы Зафейлили Ивент Мне Не нравятся Сборщики Дани Лаборант Приобрел Новое Оборудование Не спросив Вашего Разрешения Более того Он требует Дополнительного Финансирования Не заложенного В бюджет Слушай Лаборант Крыса У меня В детстве Была Кручная Крыса Анфиса А поэтому Я спонсирую Крыс Всегда К тому же Я все же Крысам У меня особо Этот Отношения Потому что Я все же Живу Как крыса Дома Никуда Не выхожу А теперь Это так Хорошо Что У меня Ничего Не поменялось В то же Как жил Крыса Так Останусь К тому же Скав Войны Командировка Или Грабеж Не Давай мне Грабеж Риск ранения 75% Ни хрена Себя Так Добровольцы Плюс Два Духа Плюс Два Духа Следующая Подземелье Ярость Три Для всех Монстров Или прибыль Суши Да Мне просто Прибыль Риск ранения Что тут Везде Большой Но Нет Мухет Был ранен Гарпия Мы получили 227 Золото Я пошла На пользу Делал интенсивная Тренировка Спортзале Начальник Должен быть Форме Согласен Самоистязание Броня Плюс 10 Минус 35 Кровь 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 Тоже Ресурс Да Да Веса Плюс 10 Силы Минус 50 Золото Минус 20 Крови Таким У меня Общая Стата Я не знаю Где Стата Посмотреть Герои Дай мне Дай мне Урон Я не знаю Что здесь лучше Ледяного во вторую комнату А почему Чем ледяное в первой комнате Все мы в первой комнате Наверное с тобой Мы играть комбо Громок Прилетались Венела Два танка В одной комнате Подожди А Грухен Тоже танк Вполне себе Знаешь Что нам Громок Надо отправить Да Поспать Лучше Превентивно Не ждать Пока у него Кончится Вообще Все Вот теперь у нас по одному танку Везде Да Ну правда Мы зафиксированы Но я монстр В других нанятии не могу Надо бой Кровь за убийство героев Слезы за то Что они убегают Понял Спасибо Да Мы не на элитку Пошли Мы на обычную Пошли Пошло комбо Ядрита растения Сразу Что у них тут Опять От природы Нет защиты Лохи Так Ты божь Впереди Физика И впереди Природой У нас Сожрут У Гьяры Нет защиты От природы И огненный урон Впереди Тоже Ну Губай Гьяра Тебе Короче У тебя нет Шансов Выжить 53 урона Плюс 30 Капец А если мы впереди поставим париэталиса, у него 60 хп и защита от природы. И от... Чем они там еще бьют? Огня, да? От огня. У него 60 хп. Но у него не от защиты брони. Ой, короче. Будешь ты слит, прости. В общем, первая комната сливная. Мы ничего тут не делаем. Если успеем продамажить немножко, это хорошо. Чтобы они убегали, надо делать билд через подрыв боевого духа. А? 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 Да. Так как у них с броней. Ну. Здесь физического рода. Циркулярная пелады. Долго действия. Нет. Нет. Нетолго. Я понимаю, герои сильно усиливаются И у тебя от защиты от природы нет У меня от самого от природы защиты нет Я умничал Жесть Боевой дух Огненный урон У него защита от огня Какой смысл в этом Воздушный урон сзади О, от воздуха нет защиты Отлично, оставим эфира и беральгур Огненный урон В общем, да, похоже, что у нас слив Они пробьют босса Полная противоположность Причем это не элитка Это обычные враги Но я думаю, что герои, наверное, усиливаются С каждым боем Ай Ой Она ходит два раза Она походила два раза Почему? Кто разрешил? У нее такая высокая скорость, что она ходит два раза Или как Ловить заражение Ублюдки Можно скелет походят? Спасибо Мы можем почти снять мага Или нанести всем заражение 37 или 70 магу Наверное, снять одного противника важнее Теперь он от яда капец мог Это жесть Вообще нулевые шансы Может она промахнется Мы ее не убили Нет Я у маг сдох Хорошо И баф В следующей патьке Патька, держитесь А, заклинание Точно Устрашение Минус боевой дух Ярость Слушай, нам все равно их убивать Я не знаю, ярость стакается, нет Но будем надеять, что да Ваншот? Просто ваншот, да? Окей Иди нахрен Козлина Окей, танк наших завалит Ну, у нас нечем танчить его Но Мы вынесли Всех Дамагеров им, поэтому Потому что, наверное, танк боссу лично не сделает Ног плохого Да-да-да-да-да Воздушный урон Физический урон Воздушный урон А, теперь есть То есть, надо комбинировать два А теперь делать удар хлыстом И типа нас похилит, да? 20% здоровья Поглавляющему, если Цель под действием Кровотечения Ярость Кровотечения По идее, удар хлыста должен нас хилить Да, на 7 похилил Не очень много Наверное, выгоднее было просто дамажить Кровотечения Да Делать вызов Вызов снижает боевой дух Просто А вот это было сложно Зато мы получили нагую горгулью Но только одного кого-то можем выбрать Нага Воздушный урон Боевой дух Снижает Распортняется на героя Расположенный за целью Если боевой дух Целей выше 50% Отлично Мы не играем через снижение боевой духа Наносит Урон и потеря боевого духа Увеличена на 100% Если цель является последней оставшейся Ну, удар вот этот первый Это по большому счету массовый удар 20 воздушного урона Боевой дух Горгулья 18 воздушного урона Минус 12 боевого духа 30 воздушного урона Эффект кровотечения То есть здесь мы чисто воздух выбираем Ну, горгулья По области она бьет на 18 Нага тоже по большому счету Бьет по области На 20 По защитам у них У Наги защита от огня От льда Уязвимость броня Природа Ну, а здесь наоборот К огнеуязвимость у горгульи Лед броня нормальный Воздух хорошо Природа плохо Тоже плохо Ммм А у горгульи есть кровотечение А у Наги Вот у Наги очень плохой Последний навык Он наносит Ну, по большому счету 60 Он по боевому духу бьет сильно Если цель Последний оставшийся герой Босс силен в духе Да, но Нагу надо играть Чтобы Если играть на дух Нагу Ее надо Чтобы она последнего героя была Давай юзер 27 Спасибо, что посмотрел стрим Удачи тебе Отошел на час И вообще ничего не понимаю Теперь Помогите Ну, уж придется разбираться По ходу дела Босс силен в духе Мне кажется, горгулья сильнее Наги больше хп Но Наплевать Погнали к горгулью Мне у нее скилл больше понравился Так Ты на отдых Ты на отдых Ты на отдых Кто готов? Зилзук Вышел в бой И мухет у нас Чего? Че с ним случилось? Оно в командировке Или что-то такое? Где наш Нага? Нет, то вот и есть Нага Мы ее просто использовать сейчас не можем Да Да, мы ее не можем использовать Окей Видимо, там она чехлиться 7 дней Или что-то такое пока соберется А, нет, вот она горгуляет А кто так, кто травмирован был И тебя надо отправить У нас остается Уфуфуфуфу Кхе Остается ровно по 3 чувака Мы их должны скомбинировать заранее Огонь Боевой дух Ну, слушай Если играть боевой дух Блин У нас есть боевой дух Мы можем тогда вот так сделать Чтоб уж все, кто боевой дух снижают Были все в одной пачке А эти все чисто по урону по физике То есть пачка физика Пачка боевой дух Но только их надо местами Надо поменять Сначала пытаться слить Боевой дух А если не получится Физику Правильно? Боевой дух Боевой дух Боевой дух Да Ну, типа как-то так Потому что все остальные нельзя выставлять Мухет поранился во время грабежа Наносит урон Вешает Поджигание Кто у нас еще с апгрейдами Второй уровень, громок был улучшен Зилзук У него пассивка появляется С кровотечением Круто, а новую горгулью можно На пассивку Проапгрейдить, которая Накладывает дебаф на боевой дух всем А, спина зачесалась Кровотечение взял Зуку или... Нет, знаешь что, давай мне кровотечение взял Зуку Нафиг горгулью Горгулью обойдется В баню ее А, мы можем еще потренировать Агзодия? Да Отлично, черный рынок Это если монстр перестал быть полезным Продайте его Не-не-не-не-не Мы своих не передаем К вам явился заядный коррекционер Предлагает весьма заманчивую цену за ваш артефакт Он хочет купить перчатку Пошел нахрен, эта перчатка тащит А ты не тащишь Тренировка У нас есть кровь, опять же, я так понимаю Кровь на тренировку тратится И нам ни на что не хватило Хе-хе-хе Окей, мы не идем на ветеранов Потому что у нас все пробитые У нас половина в больничке Зачем возможность сжигать варлаккоины? Ну, чтобы не скучно было Ты сжигаешь варлаккоины Всем чате становится теплее Чат Чат согреваешь И меня тоже И город свой Возможно планету Смотря сколько варлаккоинов подождешь Так, у нас есть Во-бандит Изгнанник И следопыт Следопыт бьет огнем Он дефается от первой ловушки Мы в первую комнату поставили чуваков В первую комнату мы поставили чуваков Которые дебафают боевой дух Поэтому поставим-ка мы боевой дух В первой комнате Теперь мы будем дебафать боевой дух Всеми силами Мы попробуем в иском случае Потому что я уверен, что убить мы их не убьем Хотя они дохлые Может попробовать зафигачить их все-таки физикой У них защиты от огня нету Кзоди может пофигачить с огнем А нет, как раз чувак сзади от огня защищен Оу Кзоди умеет впереди бить огнем Дуо Это то, что нужно У них впереди чувак безустойчивости к огням Я такой Я так эмоционален в этой игре Я даже кулаком по столу стучу Как копить на окончании стрима Перед тем, как ты убьешь сердце на двадцатке Откуда у тебя такие мысли Смерть моей хочешь, да? Боевой дух Воздушный урон Как у них с уязвимостью к воздуху? У них боевой дух на самом деле практически как хп Я не уверен, что мы затащим здесь боевой дух Минус девять Минус тридцать Минус двадцать по области Слушай, ну, может быть попробовать И может быть их добьет Потому что альтернативно это фигачить с огнем Только Кзоди нормально может подамажить у нас огнем В полтора мы у чуваков впереди И все Может и сделать микс Зодия хорошая защита от огня И от воздуха Они ходят вор Ладно Они убивают всех 8-0 Конечно, это Вор потом Ну, надо поменять вот эти местами Что она сразу убьет нам Эфира Не-не-не, Экзоди Ты идешь сюда Эфир, ты идешь сюда Все, лучше мы не сделаем Вторая ловушка Вот здесь мы их Дебафаем Там кидаем заклинания Ииии Пошла жара Зилзук Мруар И парит Талис Не-не-не Скелет, скелет, скелет Самый сильный Он должен пойти На вторую позицию Вторая позиция Самая безопасная Минута Войду И это ты называешь урон Так Сразу ходит Ну вот, опять же 39 боевого духа Можно на первого чувака наложить Или сзади Воздушный урон Ах, господи Это так нереально Снять с этого свора Боевой дух Потому что мы его не убьем Но может быть Босс его отправит Страх покойников На всех Альтернативно Можно просто Вора фигануть На 78 урона Что, наверное Выгоднее Чем пытаться Снять с него Боевой дух Капец Вообще Ноль урона По боевому духу Вообще Не проблема У них так много Боевого духа Это была глупая идея А была дамаж Вот боевой дух Надо, наверное, изначально На билд строить Потому что Ну Это вообще Практически Ноль мы наносим А так мы хотя бы Одного убьем В первой комнате Хоть что-то хорошо Какой-то смешанный Билд получился Я не знаю Как их будут убивать Как-нибудь, да Прощай, орк Хорошо поработал Да Либо сразу через дух Либо через урон По здоровью Надо сразу Билд по ходу Делать Ну ладно Но у нас все-таки Больше урон по здоровью Просто у нас все в больничке Поэтому такая хрень Получается Никакой пощады Паника Потерявая боевого духа От ловушки Атак увеличен на 50% А-а-а Мы могли бы Кастовать устрашение Но это надо Надо, чтобы все Работали через боевой дух Полностью Обе комнаты То есть не получится Одна комната Боевой дух Вторая Физику Ну или ХП урон Физический урон Сзади Да, у нее Броня Нормальная Так Или отравленный кинжал Впереди У переднего чувака Минус Минус Броня к природе Дальше Отравленная стрела Назад Как взял С природой Херово, да Следующая Ходит Лучница Она Я дурак Я неправильно Подставил Потому что Лучница О, господи Я дурак Лучница Снимет Гаргулью С одного Выстрела Ну День мисплея Хм Так И вот мы можем ударить Физикой По лучнику Либо отравленным Кинжалом По магу Но Мне кажется Что мага Не надо бить Потому что А, знаешь что Лучше Ход лучника Потратить на урон По Лучше добить Мага здесь На всякий случай Чтобы он точно Не выжил И отравленную стрелу По лучнику Запустить Возможно У нас есть шанс Они убивают Одного Ты умираешь И мы добиваем На удивление А все почему Потому что Есть Зилзук Их бензилзук Зилзук Просто Огонь Он рвет Все Чернокнижник Зиндан Тот самый Который Головой бьется В футболе Воздушный урон Боевой дух Усталость Ну это все таки Похоже как чувак Который на боевой дух Работает Он нам не очень нужен Хотя лучше так Чем ничего Но У него весь дамаг Массовый Хороший массовый дамаг 18 воздушного урона У него хорошие резисты Кроме брони Проклятая призма Применяет эффект Стихийная уязвимость 3 Это ловушка Это ловушка Стихийная уязвимость Сопротивление Снижено на 20% Мы хотим Вот эту вот Проклятую призму Да ловушку Потому что мы Вторую ловушку Все какую-то Такую никакую Ставим Будем делать Билд На снижение Резистов Врагам И на Элементальном уроне То есть природа Огонь Там и так далее Там и подобное По-моему Отличная идея Рекрутер Приметил В резюме Весьма многообещающего Кандидата А пук Интернальный страж У меня на тебя нет денег Можно я кого-нибудь продам Нельзя Так подожди Дай я сюда посмотрю Кто у нас тут отдохнул Ты Эфир Идешь в отдых Проэтарис Ты хорошо поработал Отдыхай Так мы оставляем Рор Гияра Выходит Грухен Экзодий Эм Так ты отдыхаешь Веневра Выходит Мухет Все еще сломана Дура Так Как мы это будем делать Мне нравится идея Громака Зилзука В одной команде У них у обоих есть И впереди Атаки Если что И сзади Ну и экзодий Это огненный урон Вот эта сборная солянка Идет На вторую Эм Веневра Хороша Она природным уроном Фигать Знаешь Поставь ее вперед Для природной ловушки А вот во второй Комплекте Вот здесь мы будем делать Дебаф Второй новой ловушкой Которую мы нашли Вот этой То есть сначала Мы ставим Ядовитое растение Природный урон А потом мы ставим Стихийную вязвимость И там уже сборная солянка Будет Отлично Ау Йо-йо-йо Берельгур Да, я одного не забрал Берельгур Нам нужен Подогненный урон Во второй комплект Значит Если у нас природа Эм Кого-нибудь одного Отдать в первый комплект Если мы их выставляем Мы скорее всего Зилзука И громоко Оставить всегда Или громоко Как вам правильно Читается Не знаю Не забывай Что иногда лучше Просто взять деньги Я так на будущее Ну Может быть Но пока Ну Ловушка А где их еще взять За ловушки Можно поставить Сюда Одного из танков Дополнительных На всякий случай Если вдруг Громок Пурал Лоха Танчат Мало ли чего У него У него Вон От огня Плохая защита Да У всех Танков Наших От огня Плохая защита Очень хорошо Меня это радует Ему ничего не поможет Короче Можно Геяру Взять На всякий случай Если вдруг Ледяной урон Нужен будет А не природа И не физика Да Ну так Четыре на четыре Разделились Вторая пачка Конечно Самоубийственная Событие Зелье Эволюции Ваш случай Нашел в кладовке Странное зелье Немедленно Выпил Я всегда так делаю Не похоже Чтобы в результате Он поумнел Но его мышечная масса Выросла Я у плюс один уровень Гаркулья Ну-ка 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 Покажи Ммм Круто Еще огонь Второй уровень А как мы их апгрейдили Тогда Или там надо Тренировать Грабеж Мне что грабеж Не понравился Мы теряем Чуваков Семинар Буфет Окультный обряд И Металлургическая Мастерская Ну мы можем Буфет Замутить Дает нам плюс один К морали Всем Слушай Всем Дал нам плюс один К морали Круто Тренировка Или события Тренировка Не знаю Хватит На статах Не хватит Попробуем Тренировку Нам хватает Дай мне защиты Я не знаю Как эти статы О мы можем И то и другое Прокачать Отлично Я не знаю Как эти статы Работают Конечно Слушай И у нас Парси Весь комплект Готов Погнали на элитку Так Первая пачка Всегда Нет зелзука Э ну Как у них там Лед Хорошая защита В общем Диара Отдыхает Сто процентов Будет стандартный Билд Гнева сюда Зелзук На вторую Позицию То есть Получает Зелзук Первый Ходит Потом Ходит Бандит И Алана Волшебница Ты бьешь Воздушным уроном Впереди Неприятно Но не смертельно Так Ты бьешь Впереди Огненным уроном Писец Но у нас От огня Все равно Ни укола защиты Нет Поэтому Сливайте воду Сэр У Веневы есть Но у него ХП мало Но можем Я вперед Поставить Чем ты бьешь Еще раз Ты бьешь Физикой У него броня минус Хорош Писец нам Наверное Там Че не ставь Все плохо Будет И мы ставим Призму Бор Самый смак С одной рукой А Кстати Да Окей Здесь Где я у них физику увидел Я что-то никуда-то не туда смотрел Они бьют воздушным уроном У тебя как от воздуха защита 50% Иди вперед И как у них с огнем У них у всех от огня Плохая Кроме Аланы Но Алану мы должны слить В первой В первой комнате Воздушный урон Более-менее То есть мы Мухет могли бы поставить В принципе Она Она бафает своих Она по передней цели Воздушным бьет А там как раз Хорошая защита Мруар Воздушный с кровотечением Уныние Пассивное Воздушный с кровотечением По первой цели Наверное прокачанный На второй уровень Экзодий Идет В бой И Берельгур Берельгур у нас Как обычно Суицидник Нахрен У них сзади Никто ничем не бьет Они вообще Не могут пробиться Назад Самая безопасная Позиция Сзади Сначала Экзодий сильнее Берельгура Берельгур сюда Экзодий сюда И до последнего Будем их обстреливать Погнали Я смотрю Вроде Задним Бьешь Это у него Пассивка Какая-то Да Ледяной урон А Все Понял Понял Автоматически У нее В начале Боя Вылетает Ледяная стрела Ну ладно Так Гублинский фокус Может физикой По самому крайнему Что в принципе Неплохо Слушай Нам надо бы Ее попробовать Слить Хотя Отравленный кинжал На мага Второго уровня Волшебница Третьего уровня Сможем ли мы ее убить У нас все бьют Впереди Надо брать Отравленный кинжал Впереди Пропустил СТС Как успели Посмотрел Эту игру Как заинтересовал Что решил Убить Яу-яу-яу Серпент Спасибо Спасибо тебе Огромное Хватит Мои хорков бить Хватит Серпент Спасибо тебе Огромное Они убили Прости Серпент Посмотрел Эт Огромное тебе Спасибо За донат Срис 2 сердечком Слэйзаспайр Сегодня был Бомбовый Тебе Я бы тебе Рекомендовал Клип Смотреть Сейчас Но не сейчас После стрима Там были Такие забеги Которые Я не знаю Просто взрыв мозга Чат Не спойлерите Не спойлерите Серпенту Забеги Всем молчать Это надо видеть Просто что один Что второй У меня второй день Спайра Вот эмоции Просто вот так Фонтаном Я не знаю Я спать Наверное На хрен Опять сегодня Не смогу Я вчера После вчерашнего Стрима Не спал До трех ночи Просто не мог Уснуть А этот А после сегодняшнего Спайра Я наверное Еще три часа Не усну На хрен Это просто Жесть какая-то Я В параллельный мир Какой-то попал Безумие происходит Яу Заразить всех Или можно Инфернально Поцеловать Но я предпочитаю Всех заражать Чисто массовый Дамаг Нет Только не Зилзук Они убили Зилзука Ублюдки Зарази их За это Слушай Ну Учитывая Что Это элитка И У нас Как бы Патька Ну Автоматически Не очень Для них подходит Мне понравилось Нормально Всем дебаф Снижение Сопротивлений О Как яд Фигатит Слушай Они не дойдут До второй пачки Что Ты Ты охренела Ты Что это было Простите Хои Да Хои Антимидии Я согласен Да Но только Что это было Ааа У него Пассивка Иммунитет К заклинаниям Управляющего Понимаешь Что делает Как насчет Столба Пламени Что ты скажешь По этому поводу Ммм Три погонщика Ааа Это Не три погонщика Погонщик Это наш Погонщик Это наш Герой Ммм Сила Плюс восемь Я не знаю Что ему Сила дает Что сила Сила просто Пассивно Увеличивает урон Я так правильно понимаю То есть мы Тупо получаем Там Плюс Восемь К урону Всех заклинаний Да Она линейна Или как-то Нелинейна Или проценты Я не знаю Сопротивление Плюс пять Это ясно Это ясно Понятно У нас увеличивают Все резисты У него Проблема с резистом К льду И к воздуху Тысячу Двести хп Или на десять Процентов Можно поднять Хп А если смотреть С точки зрения Защиты Дело в том Что поднятие Резистов На пять Процентов Это намного Больше Чем поднятие Хп На десять Процентов Ну Я не помню Как точно Математика Там считается Но Там Пас Фэкзайл Когда играешь В Диабло И так далее Там Есть математика Резистов И на самом деле Резисты Намного выгоднее Обычно Чем Поднятие Максимального здоровья Поначалу Когда ты доводишь Резисты До 75% Тогда ты начинаешь Поднимать Максимальное здоровье Но помню Такое было И возьму Резисты Поэтому Не знаю Правильно Нет Типа Денег не берут За это За резисты Нас даже Никого отправлять Не надо В этот В лечебку Поэтому Все возвращаются В бой Я не вижу Никого Смысла Никого Не вижу Смысла Никого Отправлять Пока Мы могли бы Слить громко Пока что Гиара Конечно Дура Но Давай им Отдадим Мруар Она Типа Танк Может Танковать Лед Лучше Чтобы он Сейчас Полечился Восстановил Свою Свою Мораль Время Чат Вы молчите А я Пересидел Уже на 11 минут Стрим Вы враги Народа Молчат Сидят Даже Только Смайлики В чат Рисуют И руки Отрублены Обсуждают Чего Вы Мне не говорите Что я Слишком Долго Стрим Я же Вас Предупреждал Что я Не высплюсь Продолжение следует